Очередные столкновения с силовиками на стройке в столице. С самого утра несколько сотен митингующих пришли пикетировать стройплощадку одного из жилмассива в Насокарках. Это уже не первая подобная акция протеста. Так почему же активисты так норовят прорваться на стройку? Все подробности в материале. Стройплощадка жилмассива Патриотика на Озерах давно стала любимым местом для пикетов и акций протеста. Камень преткновения строительства жилых домов. Якобы на месте стройки должен быть так называемый эко-парк. Спустя час к протесту уже традиционно подключаются радикалы. Буквально за полчаса акция протеста превращается в рейдерство. Сначала парни в экипировке пытаются пройти через ворота. Затем решают пойти в обход. Свою акцию протеста радикалы анонсировали еще несколько дней назад. Главное требование все тоже. Прекратить стройку и обустроить на ее месте так называемый эко-парк. Но вот способы, с помощью которых псевдоактивисты пытаются достичь результата, далеки от мирных. Это очередной пикет радикалов 16 мая. Подобных разбойных нападений будет еще несколько. В полиции тогда объявили подозрения нескольким радикалам. Були пострадали особи. Взагалі там предъявлены подозри. Расследуется криминальное проведение предъявлено подозрами. Одному из организаторов этого бейки будут еще подозри. Криминальная справа будет судно проводить. Первое завдание полиции – не наступить тяжких наследований. Не настанять тяжких наследований, чтобы никто не постраждал. Но все эти попытки рейдерства тщетно, уверяет подрядчик Аркады Будивництва. У компании есть все необходимые документы. Землю для застройки передали в аренду еще 15 лет назад. Кроме того, договоры и проект будущего массива полностью соответствуют требованиям архитектурно-строительной инспекции. А еще велосипедные дорожки, чистый пляж и обустроенные места для отдыха. При строительстве жилого комплекса «Патриотика» на озерах учитываются все экологические нормы. Уже начали облагораживать территорию вокруг будущего массива. Я давно здесь был. Помню, что здесь было всегда хаотично, все завалено. На дороге не было ничего. То есть это кусты, заросшее озеро, брошенный мусор. Во избежание подобных конфликтов главный подрядчик работ открыт предложением местных жителей. Для того, чтобы их почути, мы запроводживаем практику, такую практику, как громадская приемля. Но из-за постоянных попыток рейдерства начало работ все время откладывает. Застройщик уже обратился в полицию СБУ с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию. В компании уверяют, к срокам сдачи домов успеют. Ведь техника и главный персонал готовы к работе. Константин Редин, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер.